Воскресенье Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос Воскресе! В эту субботу мы вспоминаем святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима, которые были учениками апостола Пауга. И вместе с апостолом Петром и Павлом они пострадали в Риме при императоре Нероне. Апостол Пуд, он был сенатором знатным, и в то же время он свой дом предлагал, где останавливались апостолы Петр и Павел, и потом он был обращен в Храм Божий. И за исповедание веры Христовой они были усечены мечом. Но апостолы, они и должны были проповедовать веру Христову, потому что Господь дал им заповедь, «Научите вся народа крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащих блюсти вся и лико заповедок». И действительно, они несли Слово Божие в мир, просвещая его. Но поскольку было в это время первые века христианства, особенно первые три века гонения на христиан, особенно жестоко было при Нероне, который обвинил сам Пожог, Рим любовался этим зрелищем и обвинил в этом христиан. И много было потом казнено, в том числе и апостолы Пётр и Павел, и вот ныне прославляемые святые апостолы. Святая Церковь в это воскресенье вспоминает, что Жон Мироносец и Евангельское Благовестие, которое читается в этот день, оно повествует нам. «Пришел Иосиф из Аримафии, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмеливался войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и призвав сотника, спросил, вы давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу, сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и провалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Во прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Яковля и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на зрянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Это воскресное Евангелие нам повествует о Иосифе Римофейском, о Никодиме, тайные ученики, которые были, посещали Господа во время общественного служения, и которые не участвовали в заговоре против Спасителя. И когда они увидели, что Господь уже умер на Голгофе, Иосиф идет и просит у Пилата, чтобы дал тело Иисусова. И когда Пилат убедился, что действительно он умер, дал тело. Иосиф вместе с Никодимом, который принес 100 литров масла для того, чтобы умастить тело, как это было положено при захоронении иудеев, и плащаницу, и он представил свой гроб новый в саду, куда было положено тело Иисуса. А жены Мероносицы видели, куда было положено. И рано утром они спешат так же, чтобы довершить обряд погребения, потому что за спешностью дни, потому что это было уже пятница, а в субботу была Пасха иудейская, и они по-скорому похоронили Господа. И они идут и рассуждают, кто отвалит нам камень от гроба, потому что он был большой камень. Этот камень был еще пропечатан от светской власти книжечками, фарисеями, печатью. Но когда они видят, что камень отвален, они заходят и урожащаются, потому что видят ангела. И стражи нет, а стража разбежалась, и никто не видел сам момент воскресения. И только ангел возвестил, что он воскрес, это только мест, где он находится. Поэтому идите и скажите апостолу и Петру. И они действительно пошли и возвестили о воскресении. И этот говорит нам также о том, что даже тайные ученики Иосиф и Никодим, которые во время общественной жизни, будучи членами Синендриона, важными людьми в то время, они страха ради иудейства не открывались, но были верующие и учились у Господа Царствию Божию, познавали Его учения. И вот они здесь уже открыто выступают, не боясь и хоронят Господа. А жены мироносицы называются потому, что они так же взяли мира и несли это мира, чтобы помазать Господа. И вот поэтому называются мироносицы. И мы должны так же иметь это мир, а мир – это добрые дела, это творение милости к ближним, это благотворительность, это наша мира, которую мы так же даже нести ко Господу. и Господь тогда и нам так же явится, как и женам мироносицев. И поможет отвалить камень, камень, который лежит у каждого на сердце, который велик нашей греховности, камень. А для этого нужно стремиться ко Христу. Поэтому будем помнить это. А Господь все устроит каждому в Абгага. В Абгага для того, чтобы здесь еще на земле в Абгаженство и наследовать жизнь вечную в дальнейшем. И да поможет нам в этом и жорный мироносицы ныне прославляемые, и Иосиф Амифейский, и Никодим, и их молитвами да спасет нас Господь. Христос воскресе, воистину воскресе. Субтитры подогнал «Симон»